Сегодня мы будем представлять вам профессию, знаменитую из древних времен, профессию повар. Все вы знаете, что человек всегда хотел, будет хотеть и хочет вкусно покушать. А вкусно покушать мы научим вас в нашем Четинском торгово-кулинарном училище и научим буквально сейчас за пять минут. Вкусная профориентация сегодня проходит в 24-й школе поселка Кадала. Не исключено, что многие из этих ребят выберут в своей профессии кулинарное дело. Впрочем, выбор своего пути им только предстоит сделать. Помочь в этом и призвана декада профориентации. Работают три площадки на различные возрастные группы обучающихся. Для малышей, пятиклассников сегодня очень занимательная викторина, которая откроет многообразие мира профессий. Восьмые и девятые классы встретятся с представителями среднего профессионального образования. Для них будут показаны мастер-классы. Савелий Горба в числе тех, кто еще не определился с выбором профессии. Как человеку разнестороннему, ему сделать это непросто. Каждый ученик может себя попробовать в огромном мире профессий. И я тоже остаюсь учиться в нашем Забайкальском крае. Пока мой выбор еще не определен. Сегодня здесь огромный выбор многих профессий, которые мы можем посмотреть и также определиться. Я думаю, что такие талантливые, гениальные, креативные люди должны учиться в нашем Забайкальском крае для того, чтобы возводить нашу землю. Школьники могут продолжить образование после девятого или одиннадцатого класса. Сориентироваться им помогут и вузовские специалисты. Не только в Забайкальском государственном университете, но и в любом учебном заведении, я имею в виду профессиональном. Профессионная работа является одной из основных видов работ наравне с учебной работой, научной работой. Потому что вызовы сегодняшнего времени требуют повышения, серьезного повышения качества подготовки специалистов. Сегодня были приглашены средние специальные учебные заведения. Это Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса. Это Читинское торгово-кулинарное училище и колледж агробизнеса Забайкальского аграрного института. Они представляют те профессии и специальности, которым обучают в стенах своих заведений в виде презентации. А также обучающиеся могут пройти мастер-классы. Сегодня в Крае востребованы профессии в горном деле. Не теряет актуальности строительная отрасль, жилищно-коммунальный комплекс. Именно поэтому практические курсы специалистов вызывают живой интерес у школьников. Светлана Тулунова, Илья Жирков, Андрей Шаронов. Время новостей.